Всем привет, с вами Фантом, и сегодня я расскажу вам о 10 жутких и таинственных сайтах, на которые вам лучше не заходить в ночное время суток. Часть сайтов просто ерунда, набор непонятных картинок или видеозаписей, а вот другая часть представляет уже больше интереса. Хочу сразу сказать, что информации там гораздо больше, чем я вам расскажу, потому что кликая на кучи ссылок и картинок на этих сайтах, можно забраться в самые темные и потаенные глубины. Я же поведаю вам то, что можно увидеть бегло, глядев эти ресурсы. Докопаться до истины советую вам всем самостоятельно. И прежде чем начать, я хотел бы сказать вам о том, что мои друзья из компании 5 волков вновь запустили в своем паблике мега крутой розыгрыш. На этот раз один человек получит Xbox One, и 100 человек получат по 1000 рублей. Для участия нужно лишь вступить в паблик и сделать репост. Участвуйте, консолька вас ждет. Ссылка на конкурс будет под роликом. Вот теперь пришло время рассказать вам про 10 загадочных сайтов. Поехали! Десятое место. www.3w.com.com На этом сайте нет особо ничего примечательного. И нет, я не пропустил точку после 3w. Ресурс имеет именно такой адрес. Является он так называемой последней страницей интернета. Сайт встречает нас надписью, которая советует выключить компьютер и пойти на улицу. В этом, согласитесь, нет ничего страшного. Но не волнуйтесь, это еще только десятое место. Только еще разогрев. Девятое место. www.superbad.com Этот сайт встречает нас с изображением канадского флага. После чего перед нами предстает куча всевозможных кликабельных картинок различной тематики. Нажимая на который в рандомном порядке, вы сможете добраться до глубины этого странного сайта. На нем есть различные статьи, психоделические надписи и изображения. В общем, множество всего. Сами там путешествуете, возможно, найдете что-то интересное. И, возможно, сможете понять, какое всего этого безумия смысл. Восьмое место. www.niv.tv Данный ресурс представляет из себя аналог вашего домашнего телевизора. Заходите на сайт и случайным образом попадаете на какую-то видеозапись. Затем вам дается возможность переключать все это действие так же, как вы переключаете каналы. Большинство роликов покажутся вам забавными. Таковыми они и являются. Но рано или поздно, уверяю вас, вы наткнетесь на нечто жуткое. Так что будьте осторожнее. Здесь нас вновь ожидает сайт с огромным множеством ссылок, которые уже в данном случае перекидывают нас на разнообразные религиозные тексты. На изображения со страшными искорежными лицами людей и на всяческий бред неизвестного происхождения. Интересен сайт тем, что, скорее всего, он является головоломкой, которую якобы можно разгадать. Вероятно, во всей этой куче ссылок, статей и картинок спрятано нечто гораздо более интересное. Шестое место. SentimentalCorp.org Этот сайт встречает нас милой фотографией, на которой парень с девушкой смотрит телевизор. А в верхней части располагаются какие-то психоделические изображения. Кликая по ним, мы можем обнаружить на сайте странные видеозаписи, длящиеся около часа. Которые сопровождаются безумными звуками и состоят из огромного множества несвязанных между собой картинок. Некоторые из которых взяты из откровенной порнухи. Также на сайте есть страницы с различной музыкой, которая некоторым может показаться жуткой. Ну, не знаю, мне понравилось. Идем дальше. Пятое место. Gen.yo.yo.com Или что-то подобное. Когда вы откроете этот ресурс, автоматически включится странная аудиозапись, которая будет звучать на протяжении всего того времени, которое вы проведете на сайте. При этом перед вами будут появляться изображения с различными колбами, молекулами, цветами, людьми, пирамидами и многим другим. Все это, скорее всего, судя по домену сайта, можно отнести к термину генезис. Авторы словно пытаются донести до нас свое видение зарождения всего живого на нашей планете. И видение это крайне жуткое. Интересный сайт, советую посмотреть. Четвертое место. Defendhell.com Название сайта как бы сразу намекает нам на нечто страшное и таинственное. На главной странице находится письмо довольно непонятного содержания. Автор письма говорит, что за 18 месяцев до своей смерти он приступил к изложению ключей от смерти и ада. Также он благодарит за любовь свою жену и дочь и пишет еще много всяческой ерунды. В конце есть кнопка Enter, которая перекидывает нас на страницу с черепом и адресом этого самого сайта. Если нажать на череп, мы увидим множество маленьких кликабельных картинок. Картинки эти в свою очередь открывают для нас кучу страниц с различной информацией. Главы каких-то книг, изображения различных существ и еще множество всего. Очевидно, где-то там, в глубинах сайта, автор спрятал так называемые ключи от смерти и ада. Ищите сами. Третье место. Anomaly Sunlimited.com Вновь сайт с говорящим названием, из которого следует, что здесь нас ожидает нечто связанное с аномальной активностью. На главной странице существует множество разделов, среди которых особенно интересны призраки, религия, наука и Дисней. Все они содержат в себе небольшие статьи. Например, есть статьи о героях мультфильмов Дисней, которых создатели решили не включать в свои картины. И герои эти крайне жуткие. Также есть статьи о призраках с соответствующими фотографиями и различные религиозные тексты. В общем, сайт довольно информативный и у него, в отличие от большинства прочих сайтов, просматривается какой-никакой смысл. Кстати, есть даже раздел, в котором опубликованы письма посетителей, которые пишут создательнице сайта о том, какая она поехавшая. Второе место. Magibon.com Этот ресурс сразу встречает нас с какими-то страшными видеозаписями. Парень в противогазе, кукла из глаз, в которой лезут черви. Большой экран с фотографией девушки, рядом с которым пляшет тот самый парень в противогазе. Также время от времени вылезают надписи «Я Фрэнк», «Я хочу Magibon» и еще что-то на японском. В конце появляется надпись «Извини». Я провел супер расследование и вот что выяснил. Если погуглить «Magibon», мы можем найти канал на ютубе, который принадлежит той самой девушке, чьи фотографии мы видим на сайте. Интересно то, что эта девушка снимала короткие ролики на ютуб на протяжении 9 лет. В большинстве роликов она либо молчит, либо говорит пару слов. Странный канал и странный сайт. Кстати, последний ролик девушка залила год назад. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Первое место. Normalporn4normalpeople.com Нормальное порно для нормальных людей. Довольно известный сайт, вокруг которого уже давно сложилось множество легенд. Легенды эти повествуют о том, что на сайте можно найти ряд роликов довольно страшного содержания. Jimbo.av. Это пятиминутное видео, в котором нам демонстрируют разжиревшего мима, выполняющего свое выступление. В определенный момент он притворяется, что садится на стул, который затем ломается под тяжестью его тела. Под конец ролик обрывается, мы видим ряпи и того же самого мима, который всхлипывая смотрит в камеру. Diana.av. Это четырехминутный ролик, в котором девушка рассказывает о своей любви к музыке и играет на скрипке. Якобы если присмотреться к зеркалу в ролике, можно увидеть толстяка в маске цыпленка, который, так скажем, занимается некоторой непотребщиной. Stamps.av. Это видео длится пять минут, и на нем мы видим, как безногий мужчина пытается танцевать брейк-данс. В один момент он просит, чтобы ему дали отдохнуть. Но человек за кадром злится и кричит на него, требуя продолжения. Приваси.av. Здесь женщина из видео про Диану занимается опять, так скажем, непотребщиной. А человек из предыдущего видео ходит на руках в какой-то гоблинской маске. Ближе к концу ролика можно еще увидеть некое животное. Это все легенды. Мне лично эти ролики найти не удалось. Возможно, у вас получится. Что же можно сказать о том, что из себя представляет сайт на данный момент? В разделе с видео мне удалось найти лишь несколько роликов. В одном мы видим, как какая-то женщина делает массаж, после чего появляется жуткая кукла. В следующем ролике нам вообще показывают милого котейку. Еще один ролик показывает нам, как какая-то женщина в маске пытается что-то есть. Ну, возможно, это не женщина. Есть там еще ряд видео, но о всех я рассказывать не буду. Скажу лишь, что большая часть из них сопровождается жуткой музыкой. Говорят, что ссылки на действительно страшные видео можно найти среди многочисленного текста, который опубликован на сайте. Проверяйте это уже сами. Главное не ночью. На этом топ из 10 жутких и таинственных сайтов подходит к концу. И если кто-то из ваших знакомых поздним вечером вдруг скинет вам ссылку на неизвестный ресурс, сто раз подумайте, стоит ли вам туда заходить. Будьте осторожны. А с вами был Фантом. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Кстати, все ссылки на эти сайты будут под роликом. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok